Мы продолжаем изучать главу Ваейце, глава, которая целиком посвящена нашему прадцу Якову и построению его семьи, которая просто семья, а она представляет собой начало еврейского народа, начало народа Израиля и его дети – это будущие колена Израиля, будущие племена еврейского народа. Кратко напомним, что вышло так, что Яков, который собирался жениться на Рахеле, и ради этого нанялся на работу к Лавану, из-за мошенничества Лавана очень быстро выяснилось, что он женат на двух сёстрах сразу, на Ле и на Рахель, и вот уже после свадьбы получилось так, что первая его жена Лея пожала одного за другим сыновей, а Рахель нет. То есть вышло так, что большая часть глав еврейского народа, большая часть колен была рождены, они были рождены женщиной, которая… связь которой с её мужем не была связью романтической, Яков… Это романтическая связь Якова была с её сестрой, с Рахелью, а вот эта вот романтическая любовь, она долгие годы остаётся бесплодной. Говорит Тор, и увидела Рахель, что она не родила Якова, и позавидовала Рахель своей сестре, и сказала Якову, дай мне детей, а если нет, я умираю. И возгорелся гнев Якова на Рахеля, и он сказал, разве я вместо Бога лишившего тебя плода чрева? И она сказала, вот моя служанка Бельга, войди к ней, и пусть она родит мне на колени, и я тоже устроюсь через ней. Вот попытаемся понять этот короткий отрывок, он короткий, но совсем-совсем непростой. Увидела Рахель, что она родила Якову, и позавидовала Рахель своей сестре. Она позавидовала её поступкам, позавидовала её добрым делам, понимая, что рождение детей, как и всё, что происходит в мире, происходит по воле Всевышнего, и коли уже Всевышний установил и постановил так, что её сестра рожает детей, а она нет, очевидно, что её сестра более праведная, более достойная женщина, и поэтому она удостоилась с детей, а Рахель нет. Отсюда и зависть, зависть именно её добрым поступкам. Но как понять продолжение? Требование Рахели, её жалоба, совершенно отчаянная. И сказала Якову, дай мне дитя, а если нет, я умираю. И возгорелся гнев Якова на Рахель, а за что? А за что он гневается? За что гневается на женщину, которая минуту отчаяния говорит от всего сердца, и нужно понимать, женщина, которая много лет ждёт детей, и детей нет. Так зачем же на неё злиться? Кроме того, совершенно непонятна связь в дальнейшем. Яков прикрикивает на Рахель, что я вместо Бога, который лишил тебя плода чрева, а в ответ на это она говорит, вот моя служанка Бельгава, иди к ней, пусть она родит мне сына на колен. Рашель приводит здесь объяснение наших мудрецов, которые говорят, что требования, прежде всего, что это требование Рахель, дай мне детей, что Якован начальник склада, где складируются дети, почему она к ним обращается с такой альтернативной просьбой, дай мне детей, это каждому понятно, это не в его воле, была бы на то его воля, конечно бы он их дал, мне от него зависело. Что же за требования к нему? Говорят мудрецы, я зачитаю прямо Рашель, разве твой отец так поступал с твоей матерью, ведь он молился о ней? То есть требования здесь, требования молитвы. И со ссылкой на то, что уже было в прошлом поколении, ведь в конечном итоге у твоего отца тоже было нечто похожее, и у твоего отца с матерью поначалу не было детей, но и мы знаем, что было тогда. Как там написано? Ицхаку было сорок лет, когда он взял Ривку, дочь Бетуэль-Арамейца из Падана Рама, сестру Лавана-Арамейца себе в жены, и молился Ицхак Богу о своей жене, так как она была бездетна. И Бог ответил ему, и зачала Ривку ребенку. Вот так оно и было. Так если твой отец молился, почему бы ты этого не сделал? В скобках, скажем, того и самого. А что, действительно, можете представить, что до сих пор Яков не молился о том, чтобы у его любимой жены Рахеле родился ребенок? Так вроде получается по словам Раши. А то, что она говорит, я умираю, а это как понять? Дай мне детей, мы это перевели на наш язык, означает молись за меня, а если нет, я умираю. Почему умираю? Снова Раши приводит сюда здесь объяснение наших мудрецов. Отсюда следует, что бездетный считается как бы мертвым. То есть, человек, у которого нет подложения, нет у него детей, он как бы мертвый. И это означает, что я умираю. Не понимать это буквально, что она собирается умирать. Умирать она не собирается. Но если так, я останусь бездетным, детей у меня не будет, и это как будто бы мертвый. Ну, а как понять по Раши его очень жесткий ответ? Что же я вместо Бога, лишившего тебя плода чрева, говорит Раши, ты говоришь, чтобы я поступал, как мой отец? Но это не совсем так. То есть, ситуация моя не похожа на ситуацию отца, потому что я совсем не так, как мой отец. У моего отца детей совсем не было. Поэтому он умолился. А у меня есть дети, у меня есть дети, а твои старшие сестры? Стало быть, тебе Бог отказал, а не мне. Если бы думали, что Раши нам хоть как-то объяснит, то, пожалуй, после комментария Раши проблема стала еще больше тяжелой. Это объяснение? Что он говорит? Это не моя проблема, это твоя проблема. Я должен молиться. Молись ты, проблема твоя. У меня дети есть, я в полном порядке. Проблема твоя. Как это так? Так Яков отвечает своей любимой жене. Вообще даже просто другому человеку вряд ли мы бы ждали, что человек, мальски тактичный, ответит таким образом. А здесь он отвечает своей любимой жене. В продолжение мы задали еще один вопрос. Почему на такой резкий окрик своего мужа Рахель отвечает, вот моя наложница Бельга, и пусть женись на ней, и пусть она родит мне ребенка на колени? Это, в принципе, подобная идея уже была, мы ее уже видели, это было в самой первой еврейской паре, Авраам и Сара, и там Сара тоже предложила Аврааму жениться на ее рабыни Агари, для того, чтобы та… и там тоже употребляется именно вот это выражение «пусть она родит мне на колени», что имеется в виду? Родит-то она родит. То есть, она будет биологической матерью ребенка, а я буду его воспитывать. Воспитывать. И тогда я тоже буду в какой-то степени хоть как-то матерью, то же самое здесь. Пусть она родит для меня ребенка, я буду его воспитывать, и это засчитается. Как будто бы после того, как я его выращу и воспитаю, как будто бы я тоже, я устроюсь, обустроюсь, т.е. будет строение, будет продолжаться… на мне этот этаж не будет последним, будет здание расти и продолжаться. Стало быть, как понять теперь связь окрика Якова и то, что она предлагает? Говорит Раши так. Рахель ответил ему, но ведь у твоего деда Авраама тоже были дети Агари. Ты говоришь так, что ты отказываешься молиться, потому что у тебя уже есть дети, а разве это причина? Возьмем мне твоего отца, возьмем его деда, у твоего деда тоже была проблема, у твоего деда Авраама тоже была проблема, Сара была бездетной. Но, как и у тебя, у Авраама были дети, у него был Ишмаэль, и все равно он нашел необходимо молиться за Сару, причем при том, он молился за нее. На что Яков ответил ей, моя бабушка ввела жену-соперницу в свой дом. Он сказал, Архель, если за этим проблемно, если в этом все дело, пожалуйста, я тоже готов это сделать. Вот у меня тоже есть наложницы, вот тебе мало наложницы, белья, я тоже поступлю как Сара. Как бы то ни было, центральный вопрос остается у нас пока без ответа и даже наоборот, пожалуй, благодаря тому, что мы читаем в «Раж», и вопрос становится еще более острым. Как позволяет и почему Яков позволяет тебе так резко и жестко окрикнуть на свою жену, и почему он не считается здесь с ее действительно тяжелым положением, с ее несчастьем. Обратимся к Рамбану. Из всех классических комментаторов, пожалуй, Рамбан, он тот, кто больше всего внимания уделяет психологии, т.е. мотивом поведения людей, более явным или, наоборот, более скрытым. И, конечно же, здесь вот в таком совсем непростом отрывке с точки зрения понимания мотивации и действий людей, конечно же, здесь у Рамбана должен быть серьезный комментарий, который, может быть, поможет нам понять, что же происходит. Читаю Рамбан. Комментаторы говорят, что слова Рахеля означают «помолись за меня». Приводят здесь комментарий Раши, а у Раши тоже это не личный комментарий Раши, его источник в словах мудрецов – это Хазарь. Значит, имеется в виду требование, вот то самое требование, которое, на первый взгляд, кажется очень нелогичным – дай мне детей, требование «помолись за меня», а если нет, то я умираю. И по словам Раши, как понять это «я умираю», не понимать буквально, безусловно, нет, имеется в виду пшат бездетно считается как бы мертвым, вот так сказано и в Медраши наших учителей. Но я это не понимаю, пишет Рамбан, но ведь если так, то почему он воспалал гневом, почему на такую простую и понятную просьбу, в ответ на такую простую и понятную просьбу помолиться за неё, почему в ответ на это Яков Бог разгневался? Что такого страшного? И почему он сказал «разве я вместо Бога?» Он тебя не тебе… Если бы действительно было требование, как мы понимаем, просто «дай мне детей», ну тогда, конечно, я же не вместо Бога, который детей делает, не от меня зависит. Но если требование было «помолись», то почему он отвечает на это требование? А я что, вместо Бога? Он мог объяснить каким-то образом, я имею в виду с точки зрения текста Торы, как-то объяснить, почему он не хочет молиться, в чём здесь дело, но не говорить ей что «я вместо Бога». Причём и звучит это достаточно не просто жёстко, а немножко из издёвка. Ведь Всевышний внемлет праведникам. Почему же не помолиться? А разве праведники не молятся за других людей? Что он им отвечает, мудрецы? Он ей сказал «это не моя проблема, у меня дети есть, это твоя проблема». Ну и что? А что праведники никогда за других людей не молятся? Только за себя они молятся. Ведь Ильяу и Ильиша – известные и в Танахе пророки, которые молились за совсем чужих им женщин. В том числе о том, чтобы у них родились дети. Так почему Яков не может молиться, если у него есть уже дети? И мы видим, что именно это поставили Якову вину наши мудрецы в Медраше «Берешит раба», т.е. несмотря на то, что очень часто и комментаторы, и наши мудрецы считают необходимым постараться оправдать наших прадцев и объяснить их поведение так, чтобы у нас не возникали вопросы о странном их поведении. Вместе с тем мудрецы не скрывают здесь и критику, как говорит Медраше. Сказал ему Всевышний, т.е. после того, как он сказал, что же я тебе вместо… разве я тебе вместо Бога? Сказал Всевышний Якову, разве так отвечают несчастные? Ну ты, наверное, прав в том, что ты говоришь. Ну прав, да. Ну разве можно так говорить с несчастной женщиной, которая так не говорит? Значит, мудрецы видят здесь некоторый недостаток такта, чуткости. Но как это можно было ждать от Якова, мы не понимаем. Так вот, простой смысл слов Рахелии, если мы не пойдём по стопам Медраша, который приводит Раши, а объясним, говорит Рамбан, по Пшату, простой-простой смысл, дай мне детей, на самом деле она имеет в виду, что он должен молиться за неё в этом отношении. Мы не будем отходить от того, что говорят мудрецы, потому что иначе просто невозможно объяснить это требование, дай мне детей. Но значит, что он должен молиться за неё, пока ей не будут даны дети, во что бы то ни стало. А иначе, и вот здесь Рамбан уже отходит от понимания Медраша, она убьёт себя с горя. Убьёт себя с горя или умрёт с горя. То есть, понимать это нужно буквально, и если нет, то я умру, я умираю, руки на себя наложу или просто умру от коря. Медраш, говорит, не следует это понимать буквально, и Раши это приводит. Имеется в виду только, что если у меня не будет детей, я останусь бездетным, а человек бездетный, он всё равно как мёртвый. Рамбан говорит, нет, понимать это просто. То, что она говорит, она требует, чтобы Яков молился за неё, потому что если нет и молился до тех пор, пока не получит ребёнку жизни, то она уже от горя или наложит на себя руки. То были недостойные речи. Рахель думала, что Яков, почему она говорит эти, почему она прибавляет эти слова, если нет, то я умираю. Что Яков от большой любви к ней предастся посту, облачится в мешковину, посыпет голову пеплом и будет молиться до тех пор, пока у неё не родятся дети. Чтобы, не дай Бог, она не умерла, как горе. То есть, здесь она нажимает, делает вполне достаточно понятные женские шаги, понимая, что он её любит и давя именно на его любовь. Вот если я не получу детей, я руки на себя наложу. И это её попытка надавить на него со всей силой для того, чтобы он молился, не прекращая, пока не добьётся того, чтобы у неё были дети. Ну, и теперь у нас вопрос – хорошо. Пока что мы ещё не понимаем, почему. Ну, она говорила недостойные речи. Да, действительно, так мы говорим. Опять же, можно в конечном итоге понять, что перед нами женщина, как говорят, Энадам не спас бишь, а царой. Он не ловит человека на слове в тот момент, когда он в таком состоянии, когда он несчастен, когда он… Так нельзя было как-то пропустить это мимо ушей и не обратить внимание на то, что она говорила недостойно. Академбан нет. Здесь была куда более серьёзная вещь. И разгневался Яков, ибо не во власти праведника добиться, чтобы непременно была услышана их молитва. И поэтому он и сказал, что он не вместо Бога, который может презреть бездетных. И сам он не беспокоится, потому что он не лишён плода чрева, а именно она. И для чего он ей сказал так? Чтобы уязвить её. Чтобы устудить её. То есть, если я правильно понимаю Рамбана, то гнев его воспылал и разгневался он не из-за самой жалобы Рахели. Жалобы её понятны. И поведение её понятны. И то, что ей так хочется детей понятны. И то, что у нас дело здесь не будет. Яков усмотрел в её словах очень серьёзное отклонение от правильного мировоззрения. То есть, её ощущение такое, что её муж праведный человек, если он будет только усердно молиться, то он обязательно добьётся, чтобы Бог даст ему детей. Вот нет у нас такого. Это не страховая компания, в которую я могу пойти, вот я вам страховку платил, вот мой полис, вот моё всё. Человек может молиться, а Всевышний либо услышит, либо не услышит. На самом деле, вот такое отношение к молитве, оно свойственно язычникам, магам. То есть, это понимание, что человек может подчинить волю Бога себе. Он только должен делать определённые вещи какие-нибудь. Например, молиться или ещё что-то. И вот если он так сделает, Бог непременно ему даст то, что необходимо. То есть, как бы попытка использования законов существующих, которые Всевышний поставил в мире для того, чтобы добиться однозначного результата, как бы прижать его к стенке. Подобный подход, он всегда характеризовал, прежде всего, магию и выросшую из магии науку. До какого-то времени вообще магия и наука были неразделимы. Что общего между ними? Что человек пытается изучить существующую действительность, законы в ней и, получив эти знания, использовать их так, чтобы он был уверен, что если он сделает сейчас нечто, сделает какое-то действие, будет какой-то input, то он тем самым обеспечит заранее известный и желаемый результат. Будет output. С точки зрения магии это могло быть что-нибудь, я не знаю, можно было плюнуть три раза через плечо, вырвать волос из бороды и ещё что-нибудь сделать, или сжечь чёрную кошку и посыпать её пеплом ещё где-нибудь, и вот тогда обязательно, только обязательно будет урожай, и бездетная женщина родит и так далее. Наука построена так же. Именно так. Потому, что если бы не было уверенности у человека науки, что если он сейчас делает какое-то действие, то результат будет однозначный, тогда вся наука не имеет смысла. Если человек, предположим, знает, что у него есть двигатель, предположим, и он включает этот двигатель, и этот двигатель будет сейчас работать, и при существующей системе, скажем, его машина будет продвигаться вперёд, а завтра это вовсе не обязательно. Завтра он может быть включить тот же самый двигатель, и вместо того, чтобы машина двигалась вперёд, вместо этого этот двигатель будет проигрывать классическую музыку или будет работать как швейная машина. Безусловно, наука на этом не построена. С точки зрения науки необходимо нам быть в ситуации такой, в которой мы были бы уверены, что если мы сделаем действие А, то при условии Б из него выйдет следствие С. Если этого нет, то тогда все наши старания здесь напрасны. Так вот, маги, шаманы, язычники, то же самое, они тоже стараются сделать то же самое и не просто с существующими в мире законами. Человек науки, он обращается здесь к физическим законам, надеясь на их непременность и надеясь на то, что можно быть всегда уверенным на то, что при том, что он сделает действие А и при условии Б, выйдет действие С. Люди, которые верят в Бога, им хочется то же самое, только чтобы это было с Богом. Т.е. Если я сделаю какое-то действие или произнесу какую-то молитву или какое-то заклинание, или скажу им с начала до конца или с конца в начало или еще как-нибудь, или буду 40 дней ходить к западной стене, к отелю, и тогда чтобы было точно, чтобы Бог дал мне, что я хочу. А иначе не интересно. Вот это вот ересь, совершенная ересь, потому что Всевышнего заставить невозможно. Он безграничный, он ничем не ограничен и никакими законами. Законы он сам создал, но он не подчиняется никаким законам. Его – это основа веры, безграничность и неподчиняемость Всевышнего никаким законам, в том числе тем законам, которые он сам создал. Поэтому вот эта попытка Рахели видеть, что если только Яков сейчас, понимая, насколько серьёзное положение, что она руки на себя наложит, если у неё не родится ребёнок, или умрёт она от горя, что он будет молиться, молиться, молиться и не отойдёт от стенки, пока ей не дадут ребёнка – это очень серьёзное отклонение от правильного мировоззрения. Поэтому Яков понимает, что здесь вопрос не просто в том, что она сейчас говорит тоном избалованного ребёнка. Нет, здесь есть проблема серьёзная, о которой необходимо необходимость. Поэтому он повышает голос. И поэтому он старается её не развить, для того, чтобы она поняла, что на самом деле всё не так. Он может молиться, да. А Всевышний даст ему или нет? Он не может быть за это ответственным. Он не может это отвечать. Он не может это обеспечить. А Всевышний либо даст, либо не даст. Ответит его молитву? Да, конечно, ответит. Ответы могут быть разные. Нет – это тоже ответ. Очень, к сожалению, не могу это тоже ответить. Вот почему Яков позволяет себе так резко и отвечать. При всём притом наши мудрецы, то, что мы видели мидраж, мудрецы говорят, что при всём притом Всевышнего была здесь критика в сторону Якова. Он говорит, разве так говорят со страдающими, т.е. в общем-то даже те же самые очень правильные слова, и, может быть, действительно он обратил внимание на очень серьёзное отклонение, голову необходимо исправить, но другим тоном, без издёвки, без того, чтобы устыжать. Ромбан здесь не останавливается, и он даёт ещё второй комментарий, что могло здесь быть. Основа его в вопросе, который мы уже задали. Если Рахель просит, помолись за меня, что это значит, он до сих пор что-нибудь не молился, как это так понять? Пишет Ромбан, вероятно, однако, что наши учителя толковали так, что ведь не может быть такого, чтобы Яков не стал молиться за свою возлюбленную жену. Конечно же он молился, молился и раньше, но результата не было. И тогда Рахель стала упрекать его, говоря, что во что бы то ни стало, он дал ей детей своей молитвой. Он же не хуже своего отца, который поступил же так же. То есть, спор, в принципе, тот же самый. То есть, что, Рахель, как же может быть так? Ты молился и ничего не получил. Как же так? Твой отец молился, и он получил. А ты что? Здесь дело не в том, что Яков почувствовал себя униженным, что она над ним насмехается, что он вот такой вот неудачник, что он даже помолиться не умеет, чтобы ему ребёночка дать. Не в этом дело. Основная проблема в том, что молиться-то он молился, конечно. Но никто, и не его отец, и не его дед, никто не могли обеспечить, наверняка, как бы прижать Всевышнего к стенке и заставить его дать ему ребёнка, пока он… Это невозможно. И воспылал его гнев, он ответил, что всё зависит от Всевышнего, а не от него. Так объясняет Рамбак. Это действительно очень важное объяснение. Может быть, мы позволим себе ещё одно дополнительное объяснение. Не по Рамбак, другое. Вопросы все те же, но попытаемся дать другой ответ. Так мы совсем не поняли, центральная кушья, которую задал Рамбан, как понять отказ Якова молиться, что он ей говорит «твоя проблема не моя, у меня есть дети, у тебя нет». Ведь если это не твоя проблема, уже всё, а за других людей не молиться? Конечно, молиться, и за совсем чужих людей молиться. Наши мудрецы учат, что в молитве есть самые разные ступени. Точнее так, молиться, когда человек чувствует и ощущает, что ему не хватает, что его потребности не удовлетворены. Это, конечно, идеальная ситуация для молитв. Человек, который ощущает, что ему всего хватает и он самодостаточен, то молитва не настоящая молитва, а произнесение некоторых текстов. Чем больше человек ощущает, что ему свои потребности, тем она лучше. Это да. Но вместе с тем, для того, чтобы молитва была услышана. Конечно же, мы не можем обеспечить того, что молитва была услышана. Магии здесь никакой нет, заставить Всевышнего подчиниться нашей воле мы не можем. Но улучшить свои шансы на то, что молитва будет принята, мы можем. Есть, мы можем повлиять на улучшение или ухудшение шансов. Поэтому наши мудрецы указывают на ряд факторов, которые улучшают наши шансы. К примеру, прежде всего, мы знаем, что молиться в разных местах – это безусловно, есть места, которые более расположены для того, чтобы молитва была принята. К примеру, в начале истории Якова, когда Яков только отправился к Лавану для того, чтобы начать строить свою семью, там Тора рассказывает, устная Тора о семье веду, в том, что Яков прошёл мимо горы Мурья, дошёл почти уже до Пагана Рама, до Междуречия, и вдруг вспомнил, что он прошёл мимо того места, где молились его праотцы, и он там сам не помолился и решил вернуться туда. Гора Мурья – святое место, особое место, место, в котором присутствие Всевышнего чувствуется больше и ощущается больше, чем в других местах. Там он как бы более близок к нам, и поэтому и праотцы там молились, они знали, они ощущали, что это место особое. Да и все наши молитвы, мы знаем, что до сих пор мадрецы нам повелели, где бы мы ни находились – в Австралии, в Шотландии или в Южной Америке – всегда-всегда молиться, обращаясь лицом в сторону страны Израиля, в сторону Иерусалима. Молитва должна идти через то самое место. И ведь уже сам Яков назвал гору Мурья – это врата небес. Объясняют наши мудрецы, что означает «врата небес», это место, через которое входят молитвы. Человек из Австралии, получается, что он молится, его молитва должна дойти до горы Мурья, и там уже особое место. Поэтому люди ходят к западной стене храма, всё понятно. Есть ещё, скажем, если уж мы упоминали здесь молитву отца Якова Ицхака, то там написано так. «И был Ицхаку 40 лет, когда он взял Ривку, дочь Бетуэля Рамейцы, падан Рама, сестру Лавана Рамейцы себе в жёны, и молился Ицхак Богу» – переводчики обычно пишут здесь «о своей жене», по поводу своей жены, но буквально там написано, в тексте буквально это написано не так. Объясняют мудрецы, что это значит, оба они молились, и он молился, и она молилась, он в одном углу, одна на полном углу. Тогда спрашивают мудрецы, как же понять то, что сказано дальше, и ответил ему Бог, почему не сказано, а ответил им Бог. Значит, Бог внял молитве Ицхака, но не молитве Ривки, отвечают мудрецы, конечно. Одно дело, когда молится человек праведный, у которого ещё и папа праведный, здесь есть больше достоинств, больше заслуг, такая молитва более принимаемая, а Ривка, хотя она женщина, безусловно, достойная и праведная, но вот с папой у неё он плохо делал, папа там подкачал. Бетуэль. Значит, получается, что у человека, у которого больше достоинств, и к тому же у него есть ещё сход, а вот есть у него ещё заслуги отцов, у него тоже, его шансы на то, что его молитва будет принята, а не больше. Но есть ещё одна ступень, ещё одна возможность повышения шансов. это, мы тоже уже учили, в главе Лехлеха, когда Авраам изгнал из своего дома Агарь с его сыном Ишмаэлем, по требованиям Всевышнего, сказано, что она заплутала в пустыне, и кончилась вода, закончилась у неё вода в бурдюке. Что мы там читаем? И услышал, что услышал Всевышний, по Ашерушам услышал Всевышний молитву Ишмаэля, голос Ишмаэля, из того места, где он находится. Говорят наши мудрецы, чему это нас учит? Это нас учит тому, что молитва больного за себя, у неё больше шансов быть принятой, чем молитва всех остальных. Люди, которые тоже очень переживают за больного человека, и они молятся, это очень хорошо, очень похвально, но когда молится сам больным человек, как Ишмаэль, который в этот момент был болен, и когда он молится, то его молитва, поскольку его молитва – она из самой-самой глубины сердца, потому что никто, как сам больной, не знает той глубины беды, в которой он находится. Поэтому его молитва самая-самая глубокая и самая горячая – у неё куда больше шансов быть приняты. Если так, то мы можем понять теперь диалог, который происходит между Рахелью и Иаковом. Рахель говорит «дай мне детей». Что это значит? Когда наши мудрецы имеют в виду «помолись за меня». Разве не так поступал твой отец, твоей мать, ведь он молился? То есть вопрос «извини, а ты сама не думаешь, что тебе самой нужно молиться». На что её ответ очевидный – так ведь уже это было у твоего отца. И что было? Оба молились. И твой отец, и твоя мать. А кому Всевышний внял? Твоему отцу. А почему не матери? Да потому что твоя мать была дочерью Бетуэля. Но только у меня тоже самая проблема. Мой папа Лаван, он тоже не… Места Гринский цадик, он совсем не большой праведник. На что я ответил Иаков? Разве я вместо Бога, который лишил тебя чрева плода? Это твоя проблема. У меня есть дети. То есть если мы ищем человека, у которого его молитва была бы как молитва больного за самого себя, так это ты, а не я. Я не в беде такой, как ты, потому что у меня дети есть. Поэтому если уже искать того, чья молитва будет принята, чтобы больше было шансов чтобы, так это именно твоя молитва. И это куда больше… С одной стороны, верно, что молитва праведника, у которого пук, молитва человека, у которого папа праведник – это большое дело, верно. Но молитва больного за самого себя, она перевешивает всё вместе. Поэтому ты и молись. То есть это не жестокая такая издёвка, что у меня проблем нет, у тебя проблемы твои, ты иди и молись. Нет, наоборот. Если ты хочешь повысить настолько, насколько это возможно, шансы на то, что молитва будет принята, так молиться должна ты, а не я. В Медраше, закончим эту историю, Медраше, Медраж берешит раба, говорит так. Наши учителя, что на юге, от имени рабе Александрии говорили, «Ответит ли мудрый знанием?» Стих в Йовле. «Это сказано об Аврааме, как сказано, и послушал Авраам голоса Сарай». То есть, когда Авраам слышал от своей жены просьбу, чтобы он женился на её наложнице Агарь, Авраам внял этому, и вот о нём сказано, «Ответит ли мудрый знанием?» То есть, его ответ на просьбу Сарай был ответом мудрым. «Наполнит ли чрево своё бурным ветром?» Это сказано о Якове. «Как сказано, и воспылал гнев Якова». То есть, в отличие от правильной и мудрой реакции Авраама на просьбу Сары, реакция Якова была неудачной. То, что он воспылал гнев Якова. «Сказал ему Всевышний, разве так отвечают несчастным?» «Клянусь, что твои сыновья будут вставать и будут стоять перед её сыном». Что имеют здесь в виду мудрецы? «То, что в дальнейшем сын Рахеля, Йосеф, он станет правителем Египта, всемогущим временщиком при дворе фараона. А его братья, остальные сыновья Якова, не сыновья Рахеля, его сыновья других жён, им придётся встать перед ним и кланяться ему». Ну и что хотят этим сказать? Что это было? «Наказание Якова, Йосеф, он тоже его сын. Не только они его сыновья. Это сын Рахели, а это его сыновья». Замечательно. А сын Рахели не его сын, а тоже его сын. В чём здесь? Что здесь мудрецы хотят сказать? Перед нами классический митраж с очень тонкой техникой изучения текста и намёков. Наши мудрецы очень часто обращали внимание на появление одного и того же выражения или словосочетания в разных местах, которые, казалось бы, не очень связаны друг с другом. Случайное совпадение. Просто так сказаны те же самые слова, те же самые словосочетания. Мудрецы верят в том, что это не случайно и ищут связи. Пример. Первый пример, он, пожалуй, самый известный. И сказано, мы это учили, когда Исаву стало понятно, известно, что брахот его получил Яков, написанного и закричал он криком великим и горьким. Те же самые слова сказаны в Мегелат Истер, в Свитке Истер. Там сказано про Мордехай. Когда Мордехай стало известно, что Аман замышляет уничтожить всех евреев, то он облачился в мешок, посыпал голову пеплом, и закричал он воплем, запил он воплем великим и горьким. Те же слова, издинственная разница, чередование согласных, займ и цадик. И поскольку они одному происхождению, то это практически то же самое. Случайно это, не случайно. Говорят мудрецы. Ну, здесь связь, она достаточно на поверхности. То есть, те слезы, которые причинил наш пратец Якова Исава, пусть тысячу раз он был прав, может быть, он только должен был поступить, но ничего в мире не происходит. Бесследно, бесплатных завтраков не бывает, и приходится за это еврейскому народу платить в Шушане, в столице Персидской империи, когда во главе, когда временщиком при царе Хашвироше становится потомок Исава Хаман-Агагияни. Через сотни лет выясняется, что платить по векселям нужно. Не случайно. Здесь тоже наши мудрецы усматривают связь между двумя сценами, в которых появляется то же самое выражение. Яков отвечает Рахельу, разве я вместо Бога? А затем Юсеф, вот в каком контексте, произносит те же самые слова. Происходит это самый конец книги Берейшит, когда все семейство Якова уже переселилось в Египет. Юсеф – всевластный временщик фараона. Яков умирает. И вот тогда братья Юсефа, которые продали его рабству в Египет, и до сих пор они не опасались, что Юсеф захочет им отомстить. Они видели, что у него нет таких намерений. Но сейчас, после смерти Якова, они начинают опасаться. Быть может, то, что Юсеф им до сих пор не мстил, это было только из уважения к папе. А теперь, когда папы нет, может быть, он почувствует, что руки у него развязаны и захочет им отомстить за все то зло, которое они ему причинили. И вот как сказано. И велели они, то есть братья, сказать Юсефу, отец твой завещал перед смертью, говоря, так скажите Юсефу, прости, молю тебя в вину твоих братьев и их грех, хотя они сделали тебе зло. А теперь прости же вину своих рабов, прости же вину рабов Бога твоего отца. И плакал Юсеф, когда ему говорили это. То есть, когда ему передали вот это вот сообщение от братьев, он заплакал. И пришли братья сами. И пали перед ним. Вот это тот момент, который Медраж указывает. Вот видите? Когда сыновья Якова падают ниц перед Юсефом, падают ему в ноги. И сказали ему, вот мы рабы тебе. И сказал ему Юсеф, не бойтесь, разве я вместо Бога? Те же самые слова, которые сказал Яков Рафель. Если вы сделали мне зло, то Всевышний решил его к добру, чтобы осуществить то, что ныне. Какая связь? В обоих случаях человек произносит фразу, которая означает просто. Самое простое понимание ограниченности своих сил и возможностей. Яков говорит, разве я вместо Бога? Я не могу обеспечить тебе детей. Юсеф тоже говорит, разве я вместо Бога? То есть, вы согрешили? Да. Но я не буду играть графа Монте-Кристо. Я не буду вас наказывать, я не буду вам мстить. Это не мое дело. Бог вам судья. Разве я вместо Бога? Я всего лишь человек. Поэтому я в это дело не вмешиваюсь. Бог вам судья. Накажет вас, накажет, простит, простит. Это не мое дело. Но то, что мудрецы видят здесь, это противопоставление совершенно. Если Яков, и по поводу Якова они видят здесь момент критики. То есть, будь он тысячу раз прав в том, что он говорит, что он не вместо Бога, и он не молит обеспечить своей молитвой в Индополу, чтобы обязательно был ребёнок стопроцентно, стопудово, как сегодня молодежь говорит, это не в его силах. Безусловно, он это не может. И он это говорит. Но так не говорят несчастные женщины, которые действительно находятся в очень плохом состоянии. неправильно, я могу сказать, есть здесь излишняя жёсткость в этом выражении. И наоборот, слова Йосефа, которые он говорит своим братьям. Братья находятся тоже в достаточно угнетённом состоянии. Они боятся сейчас, что Йосеф им отомстит. И он им говорит эти слова об ограниченности возможности человека и его сил, понимая, что не он им судья, а Бог им судья. Он говорит наоборот, для того, чтобы их подбодрить, для того, чтобы сказать им тёплое слово. И вот это именно и сопоставляют здесь мудрецы. Вот что получается. Вот слова Якова, а вот те же самые слова, по словам те же самые слова, но сказаны несколько в другом контексте и с другим выражением. И сказаны по-другому, те же самые слова, но сказаны по-другому, и они совсем-совсем другое, совсем-совсем иначе. Вот теперь можем двигаться вперёд. Итак, Рахель принимает решение, и дала она ему Бенгу, свою рабыню в жёны, и вошёл к ней Яков. И зачала Бенга и родила Якову сына. И сказала Рахель, судил меня Бог и услышал голос мой и дал мне сына. Поэтому назвала его Дана. Дана, слово Надум, судил, Бог рассудил и дал мне сына. Подчёркивают здесь комментаторы. Она говорит, дал мне Бог, Бог дал мне сына. То есть они рассматривают это как своего сына. И очевидно было, что наши праматери и Рахели в дальнейшем тоже что и сделали. Но в тот момент, когда они предлагали Якову жениться на их наложнице, они имели в виду, что они её освобождают, и она не остаётся наложницей, она не остаётся рабыней, она становится свободной женщиной и тем самым полноправной женой. И ещё зачала и родила Беля, рабыня Рахели, другого сына Якова. И сказала Рахель, я вела божественную битву со своей сестрой и одолела, превозмогла и назвала её его Нафтали. И увидела ли я, что перестала рожать. И взяла рабыня свою зельпу и дала её Якову в жёну. И родила зельпа рабыня Якову, и раб рабыня Лея Якову сына. А Роман спрашивал, тут уже я перестаю понимать. То, что делает Рахель, понятно, тому были уже прецеденты. Бездетная женщина, которая очень-очень хочет, чтобы у неё был ребёнок. И сегодня мы можем найти иногда женщин, которые очень хотят, чтобы у них был ребёнок, у них не получается. Они обращаются, идут в детский дом, по крайней мере, воспитать ребёнка. Ну так нечто подобное делает здесь и Рахель, она даёт своё наложение, чтобы та родила, а она воспитает. Это будет как бы в какой-то степени будет и её ребёнок тоже. Но зачем это делать Лея? Ну Лея уже родила шестерых сыновей. Она хочет ещё одного, может быть. Но каким путём, какой ценой? Она приводит своими руками жену, соперницу, своему мужу. Это совершенно не женское поведение. Соперницу? Только для того, чтобы на её счёт был записан ещё один сын? Как это понять, спрашивает Рамбан? Ответ, очевидно, может быть только один. Наши праматери знали, обладая пророческим даром, они знали, что сейчас закладывается основа еврейского народа. И этот еврейский народ будет состоять из 12 калер. Стало быть, Яков родит только 12 детей. И поэтому здесь идёт между ними соревнование. Кому, чья доля в построении еврейского народа будет больше. И каждой хочется, чтобы её доля была как можно меньше. Ради этого Лея готова даже пойти на такой шаг, привести своими руками себе соперницу, новую жену, своему мужу. «И сказала Лея, пришло счастье мне, как счастливая звезда, и нарекла ему имя Гад, что и означает счастливая звезда. И родила Зильпа рабыня Лея и второго сына Якова. И сказала Лея, на благо мне, ибо восхвалят меня женщины, и назвала его имя Ашер». И снова здесь игра слов. На благо мне это корень именно Ашер. И Реувен пошёл в дни жатвы пшеницы и нашёл Дудаим в поле и принёс их Лея, матери своей. И Рахель сказала Лея, пожалуйста, дай мне Дудаим, твоего сына. Но та сказала, мало того, что ты взяла моего мужа, ты ещё хочешь забрать Дудаим и моего сына. Что это за история? Что это за Дудаим? Я специально не переводил, потому что, с одной стороны, во всех принятых переводах, Тора, начиная ещё с перевода христианской Библии, с синодального перевода, все переводят слово «мэндрагоры». Такой «мэндрагоры» в жизни никогда не знал, но решил не полениться и всё-таки посмотреть, а что это такое. Выяснилось, что это растение, такой род многолетних трав из семейства Послёновых, из такой семейства. А его ближайшие родственники, его двоюродные братья, этих «мэндрагоры», это картошка, табак, дурман и белина. Вот такая травка. Теперь ещё известно, что корни его иногда принимают форму человеческого тела, чем он немножко напоминает женшение. Поэтому вокруг этой травки полно всяких, как вокруг женшения полно всяких легенд, и, поверь, так и вокруг этой травки тоже. Откуда взяли древние переводчики Торы, что имеется в виду именно вот эта вот самая травка, которая двоюродный брат картошки и табака, я не знаю, потому что наши мудрецы говорят о другом. Раша здесь приводится. Что это за растение дудаим? Это такое растение с лиловыми цветами, травянистое. По-арабски оно называется ясмин, то есть попросту жасмин. Очень пахучий, конечно, замечательного запаха растения. Ну вот без всяких легенд и без всякой мистики. Просто жасмин. Значит, что получается? Троувен пошёл в дни жатвы. Раша подчёркивает, не случайно Тор об этом говорит, что в дни жатвы мальчишки, скорее всего, будут бегать вокруг полей и подбирать колоски по возможности, а он воспитанный, для него это никоим образом не приятно. И поэтому всё, что он делает, он, если куда идёт, то только в поле, нынче на место, и подбирает там цветы. Цветы, хорошо пахнущие, жасмин. Ну а как понять то, что происходит дальше? Рахель видит эти самые цветы и просит Лейл, пожалуйста, дай мне дудаим твоего сына. Но та сказала, мало того, что ты взяла моего мужа, ты ещё хочешь забрать дудаим моего сына? Вот эту фразу понять очень-очень трудно. Что значит ты забрала моего мужа? Он твой муж, он женат на обеих. Может быть, как Рамбан говорит, имеется в виду, что ты ведёшь себя, как будто бы ты единственная жена, и сейчас ты ведёшь себя ещё как госпожа, и требуешь, чтобы я отдала тебе жасмин, который мой сын нашёл. В этом её претензия, в этом её возмущение. Или, может быть, как говорит Сфорно, Сфорно объясняет, что претензия её здесь была такова, и тебе не нужно было соглашаться на то, чтобы после того, как Яков женился на мне, чтобы ты стала его второй женой, стала мне соперницей, две сестры, две жены у одного мужа. Это неправильно. Как бы то ни было, но на самом деле перед нами совершенно жуткая ситуация. Может быть, ещё посмотрим минуту, что отвечает Рахель. И сказала Рахель, за это он ляжет с тобой эту ночь, за дудаим твоего сына. Знаешь что, я готова тебе уступить в свою очередь. В эту ночь очередь моя, пожалуйста. Почему я говорю, что это ужасная сцена? Что значит претензия Леи, ты забрала у меня моего мужа? Твоего мужа? А Лея не помнит, как она вышла замуж. Напомню для тех, кто забыл. Яков работал на Лавана за Рахель. Он отработал семь лет. И через семь лет он пришёл к Лавану и сказал, пришло моё время, отдай мне мою жилу. Хорошо, сказал Лаван, назначил свадьбу. Назначили свадьбу. И что произошло? Под конец свадьбы Лаван решил привести к новоиспечённому жениху не Рахель, а Лею. Рахель это видела. И она представила себе, что сейчас произойдёт. Дело в том, что подобное развитие событий они предвидели. И Рахель, и Яков. Поэтому заранее, понимая, с кем они имеют дело, что Лаван, это человек, нечестный, просто мошенник. И понимая это, они заранее условились о пароле. Как Рахель сумеет дать этот пароль, по которому Яков её опознает, что это не обманил. Но что происходит сейчас? Когда Лаван берёт за руку старшую сестру Лею и отправляется с ней к Якову, Рахель понимает, что через несколько минут будет жутко скандальная сцена. Когда Яков поймёт, что это не Рахель, и её старшая сестра срамится совершенно невероятно. И вот Рахель, находясь на пороге своего счастья, на пороге своей женихбы, в день своей собственной свадьбы, передаёт этот условный знак, этот пароль, передаёт своей сестре. Благодаря чему та становится женой Яков, а не она. И теперь эта самая сестра бросает ей в лицо обвинение, ты забрала у меня моего мужа. Твоего мужа? Как это твоего мужа? Да ты вообще стала его жой, так выгодна, потому что я тебе пароль передала. Как же ты можешь так говорить? Естественно, ждать, что Рахель сейчас взорвётся и выскажет всю обиду, выскажет всё, что есть. А она молчит. Молчит, молчит, молчит. Это колоссальная сила. Сила человека, жизнь и смерть, они в руках человеческого языка. возможности, способность промолчать там, где человек взрывается, там, где его просто всего рвёт от совершенно справедливой ярости, которая возгорает сейчас в нём, суметь здесь промолчать, это колоссальная сила. И благодаря этой колоссальной силе Рахель становится тем самым, пусть в конечном итоге большая часть сыновей Якова рождается от Леви. К рождению сыновей Рахелины ещё не дошли, она родит всего двух. Но вместе с тем она становится матерью еврейского народа. И поэтому и по сей день тысячи тысяч евреев стараются молиться на её могиле. Мы говорили, что есть места, в которых молитва наиболее приемлема, в которых есть больше шансов, что молитва будет принята. Одним из таких мест традиционно считается могила Рахели на дороге в Бетлехе. Не случайно. Именно она, именно вот женщина, которая могла настолько так управлять с тобой с такой силой промолчать в самый тяжёлый, самый тяжёлый момент, самый невероятный момент, когда когда так хочется высказать всё, что накипело на душе за так много лет. И она молчит. Там, где похоронена такая, такая женщина, женщина такой силы, безусловно, там, произнесённая там молитва, есть у неё куда больше шансов, что она будет принята. И так говорят наши мудрецы, что Рахель молилась о своих потомках, которые в дальнейшем уйдут в изгнание, молилась о том, чтобы они вернулись в страну Израиля. Ибо если и изгнал всевышний еврейский народ за то, что тот служил идолом, за то, что было язычество, идол поклонство, потому что была измена Богу, ну, в этом-то и вся молитва Рахеля. Если я сумела промолчать, если я сумела проглотить обиду, то, что царь всего мира, безусловно, сможет. Вот это наши прадцы, наши праматери, сила молитвы, всё об этом мы говорили. Но завершить рассказ о рождении всех сыновей якобы мы не успели, придётся в Диал Петра в следующий раз.